Меня больше всего волнует вот то, что вы видите, вот эта конструкция. Данное устройство предназначено для производства холода. Холодильником пользуется торговая сеть, а платят все жильцы. Эта схема, по словам жителей дома по адресу Ленина, 26, работает почти 10 лет. Марьера тоже собственник дома. А значит, счета раскидывают на всех. Но если остальные платят за общедомовые нужды, с магазина деньги выбивают по суду, возмущаются люди. А еще, что торговая сеть изменила облик дома. Пристройка, вот она, вот ее основание, вот ее металлические детальки, на которых она стояла. Пристройку для разгрузки демонтировали через суд, но не до конца. В магазине заявили, что она памятник архитектуры. А жильцы говорят вранье и показывают фото этого крыльца 50-х годов. За незаконное пользование имуществом ТСЖ взыскала долг. Присужден иск, и он нами был выигран. В первой инстанции 1 млн 918 тысяч за использование. Это связано было с пристроем, который располагался на придомовой территории дома. Марьера заплатила и подала жалобу. Арбитраж провел экспертизу и оценил ущерб дому скромнее. Вместо 2 млн 85 тысяч. С ТСЖ потребовали вернуть разницу 1 млн 800. Но к этому времени эти деньги уже вложили в ремонт крыши и труп. У ТСЖ нет своих средств. У ТСЖ только средства собственников, которые поступают на содержание дома и на текущий ремонт. Тогда, по словам жильцов, дошло до абсурда. В счет долга приставы спилили ворота, которые подчеркивают люди. Они установили сами, на свои деньги, без участия ТСЖ. У нас есть детская площадка, у нас есть подъездные двери, окна у нас подъезды ставлены. Точно таким же образом жильцы скидывали, заставили окна в подъездах пластиковые. Их тоже, по этой логике, можно забирать. Чтобы остаться на плаву, ТСЖ попросила о мировом соглашении, пообещав расплатиться за 4 года. И получила отказ. Я так думаю, обиделись, что снесли пристрой, не даем разгружаться с дворовой территории. Действительно ли утопить ТСЖ – дело принципа, мы хотели узнать у самой Мариера. Пришел сухой ответ. Комментировать судебное решение они не вправе. А ТСЖ в первой стадии банкротства. Дом не может остаться без управления многоквартирным домом. Выбрать на этот период времени управляющую компанию в качестве организации, которая бы могла следить за техническим состоянием дома. Но дома уже есть управляющая компания. Вторая за полгода. Первая открестилась от него из-за возраста дома и конфликтов с Мариера. Вторая пока держится и так же, как и ТСЖ, через суд выбивает с магазина долги. На сегодняшний день это около 100 тысяч рублей за текущее содержание, говорят люди. И боятся остаться совсем без крыши. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.